Доброе утро! Я только что из душа, ну и даже вытираться не стал, для того чтобы сразу сказать то, что мне захотелось, как бы не откладывая, просто все что идет в голову, то и говорить. Не обращая внимание на то, что у меня тут это герпес, он уже зажил, скоро будет все красиво, как и было. В общем, для того чтобы находиться все время в моменте и чувствовать себя собой, нужно больше внимания к своему телу. Мы, как правило, живем на автомате, думая о делах всяких там, вчерашних, завтрашних и забываем про наше любимое единственное тело, у нас другого нет пока что, поэтому, что я на себе как бы опробовал. Во-первых, у меня есть душ холодный и я его принимаю утром, днем и вечером. Во-вторых, у меня есть дегтярное мыло, оно мне дает аромат какой-то такой природный, непридуманный. В-третьих, я повесил себе вот такую вот хуйню на руки. Она мне сообщает о том, что у меня появилось что-то новое на теле. На что я обращаю внимание в моменте, когда чем-то занят на кухне, например. Это как колокольчик для коровы, который сообщает пастуху, где находится корова. В общем, сознание – это пастух, а тело и ум – это корова. И их постоянно куда-то несет. Ну, то есть, ум заносит, он думает о чем-то вчерашнем, завтрашнем, блять, а этого всего нет. Эта вся энергия уходит туда. Вот. Для того, чтобы приучить ум быть здесь сейчас, нужно создать новые нейронные связи. Научиться на другом уровне, то есть, решить проблему на другом уровне, на котором она возникла. Таким образом, вот эти вот побрякушки, которые висят на руках, они за 21 день сформируют привычку возвращаться из мыслей в действие, в то, что ты сейчас делаешь. Через 21 день это все можно снять или повесить что-нибудь другое, если у тебя не получилось приучить свой мозг. Потому что бывают перерывы, когда человек вываливается. Вот. И что еще интересно. Так как у нас есть руки, то с помощью этих рук мы способны изучать мир. А если мы хотим вернуться к себе, то мы должны научиться этими руками любить свое тело. Ну, я говорю даже про подрочить. Потому что, как правило, мужики используют женщин как продолжение руки. Вот. То есть, они с детства зажаты какими-то комплексами. Многие им, наверное, сказали, что если ты будешь дрочить, у тебя будут расти волосы на ладонях. Не знаю, кто это придумал, церковники или какие-то другие пидорасы. В общем, в самоудовлетворении нет ничего плохого. Это твое тело. Твое тело, и ты с ним волен делать все, что хочешь. Не любить свое тело, это значит не любить вообще никого. Вот. Поэтому, если ты хочешь находиться в моменте, дрочи, будь ласка. Всякий раз, когда тебе захотелось какого-то такого состояния, просто найди себе место и время и полюби себя сам. Как только ты научишься это делать, уделять внимание самому себе, ты сможешь уделять внимание кому-то еще. Вот. Что касается меня лично, то у меня с детства был такой странный прикол. Так как я рос, это был военный городок, там не было, он в поле как бы был построен. Это был Пинск, Брестская область. Там туалет был общий, на улице такой, на несколько домов. Один в центре стоял туалет, там сарай. И естественно он был такой зимний, обычно деревянный туалет, там на 4 или 6 очков. И соответственно, если вода и была в домах, то она была холодная. Ни у кого не было никаких душей и ванной. А мыться я ходил либо к маме на ТЭЦ, там где она работала, либо к дедушке. Дедушка жил со своей женой в второй пятиэтажке в Хрущевке. У них была ванна. И вот, когда я маленький туда приходил мыться, я естественно в этой ванне писал. За что мне делали выговор. Говорили, а, Андрюша, не надо писать в той ванне, в которой ты купаешься. Вот, хочешь пописать, пописай сначала, а потом иди в ванну. И вот этот вот, как сказать, этот зажим, он у меня существовал очень долго. Там я уже студентом стал. Потом, когда принимал ванну, я не мог просто разрешить себе пописать в ванну. Вот. Настолько это было, бьелось. А в этом же нет ничего сложного. То есть ты... Ну вот... Сейчас, например, я даже не пользуюсь туалетной бумагой. То есть я вот утром знаю свой организм и выпиваю две кружки горячей воды. У меня через некоторое время организм готов пойти в туалет. Я сижу на горшке. После этого я просто мою попу. Вот. А потом моюсь весь сам. То есть, ну, для азиатов это вообще нормальное дело. Они подмываются все. Вот. Это для нас там нужна туалетная бумага такая хорошая, чтобы она не прилипала. Вот. Ну, а здесь, как бы, получается, что я со временем, когда стал осознавать эти вещи, что у меня есть какие-то с детства запреты, я, естественно, их поломал. То есть я теперь могу хоть насрать в ванну и, блядь, не буду при этом испытывать никаких угрызений совести или комплексов. Я же Бог. Поэтому, блядь, хочешь, можешь, можешь делать все, что хочешь. И это же ты, это, 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 ты настал в ванну, например. Вот. Понятное дело, что ты не будешь потом в этой ванне плавать. Вот. Но это же ты, это же часть тебя и просто к этому относись просто. Как только ты научишься принимать все, что из тебя исходит, ты начнешь принимать все, что находится вокруг тебя. Это же тоже ты. Вот такие вот у меня откровения сегодня. Так что любим себя всеми способами, какие только у нас есть. Самый простой – это наши ручки. И только тогда ты начнешь тенить и любить всех остальных. Пока.